В решении выпуска еще об одном. Комиксами о казахских батырах интересуются в России. По словам самих художников, пока интерес российских читателей даже выше, чем в Казахстане. Но это временно. Уже сейчас готовится перевод популярных произведений на казахский язык. Интерес российских читателей к казахскому фольклору через рисованных батыров, по словам директора арт-студии Орасхана Жакупа, кроется в новизне идеи. Любители комиксов готовы пробовать свежие идеи. И казахские сказки и эпосы подходят для этого больше всего. Дело в том, что, допустим, японская тематика, она уже была и уже приелась. Допустим, европейская тематика, она тоже уже была, тоже читатели знакомы с ней. А казахская тематика, она новая. Вот, допустим, если брать легенду об Артуре и рыцарях круглого стола, было уже штук 20 интерпретаций, то есть по-разному подавали. То есть эту историю знают даже, ну, знают многие. А, допустим, легенда об Айтиреке, она свежая, она новая. Ну, плюс еще и элемент такой, что это все завязано на казахском этносе. То есть он новый, он не избитый, не заезженный и, возможно, поэтому интересный. Кроме того, российский рынок для казахстанских авторов комиксов более приемлем, чем отечественный, поскольку в России лучше развита сеть заинтересованных в распространении комиксов книжных магазинов. Уже ведется поиск вариантов, чтобы сказки о казахских феях и героях могли прочитать и казахстанские дети. Не только на русском, но и на казахском языках. Мы сейчас ищем, усиленно ищем партнера именно вот на нашей стороне, казахстанское издательство с уже отлаженной системой распространения. Потому что до этого мы продавались в меломане, еще как-то, ну, хаотичные такие точки были. Но это по документации очень проблемно. Много документов надо, много припом от создания книги до потребителя. Сейчас мы ищем партнера, у кого была бы такая сеть, и хотим найти и поработать. Донести вот наше издание на русском, на казахском языке до местных жителей. Помимо фэнтезийно-исторического жанра, скоро в свет должна выйти история о герое Кинжи Тае, обладающего сверхспособностями. Примечательный рассказ будет тем, что алматинцы смогут увидеть на страницах комикса привычные им здания и улицы. Ведь герой выглядит, как современный алматинский юноша. Алия Жапакова, Улан Дью Синбай, Нуржан Умаров, СТВ. И это была вся информация выпуска. Если у вас есть интересные темы, звоните. Телефоны наших редакций в Астане и Алматы на экране. Ну, я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире завтра.